Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, на котором я рассказываю про жизнь в Северной Италии. И сегодня я хочу вам рассказать про наше новое приобретение. То есть у нас новые питомцы появились. Это жереловые попугайчики. У меня на заднем плане клетка. И поэтому в сегодняшнем видео я вам расскажу о моих маленьких птенчиках. У меня их двое, им всего лишь две недели. И я одела сегодня сережки. Посмотрите, у меня сережки, это тоже попугайчики, потому что я очень-очень люблю попугаев. Вот такие вот. Ну ладно, потому что я вообще большой фанат попугаев. Не именно птиц, а вот мне очень нравятся попугаи. Хотя также мне нравятся павлины и лебеди, гуси тоже. Вот. Ну, приятного просмотра. Сегодня я хочу вам показать также своих животных домашних. Видите, около окна у меня там новость. У меня новость. У меня новая клеточка и новые попугайки. Ожереловых два попугайчика. Вот они у меня там совсем маленькие. Просто я на Пасху вам не показала, как я украсила свой комод в гостиной. Ну, конечно, я уже убрала пасхальные все украшения. То есть яйца пасхальные я убрала. У меня здесь были ветка с цветами и с яйцами пасхальными. Но вот то, что я оставила, это вот эти керамические зайцы Тун. У нас в Италии есть такая керамическая фабрика в Болцану, которая делает вот эти керамические всякие статуэтки. И поэтому у меня есть четыре зайца. Ну, здесь понятно. Большие зайцы это я и мой муж. Заяц с морковкой это мой сын, которому 24 года. И маленький зайчик с клевером. Это моя дочка, которой 8 лет. Ну, и здесь такие вот я оставила еще с Пасхи такие керамические колокольчики, цветочки. Вот, видите, это колокольчики. Они на самом деле тоже у меня были на ветках повешены на Пасху вместе с яйцами пасхальными. Ну, вот, их я могу оставить еще на всю весну. Они могут еще украшать комод на всю весну. Значит, здесь у меня клетка, которую мне подарила моя свекровь на Пасху. Петух и курица. Ну, они могут кура, наверное. Или курица, можно сказать, кура, наверное. И это тигр, потому что сейчас у нас год тигра. Вот я. И я сама по гороскопу тигр. Поэтому я буду тигра держать в этом году на комоде. Мои домики. И вот эта ваза из венецианского стекла с искусственными пионами. Вот эта ваза, которую я вам показывала. Я, правда, не помню на каком канале. Но это я покупала в прошлом году. Мне кажется, я тоже снимала на этом канале видео. шишки, которые я покупала. Ну, вот такой вот у меня, так скажем, весенний комод. И сейчас я вам покажу. Вот новость! Вот она новость! Мы купили. Вчера пришла клетка. И самое главное, это содержимое клетки. Это мои мышата. Так. Это два ожереловых попуга. Они очень маленькие. Им только две недели. Сейчас я открою, покажу. Где мои малыши? Я против света. Не видно, они у меня голубенькие. Вот один. И вот второй мышонок. И вот второй мой мышонок. Вот он, второй мой мышонок. Ну, я их пока что кормлю еще из шприца. Видите, у него ротик тут весь такой грязненький, потому что он как пюре ест. Вот. Он не очень аккуратно у меня ест. А у этого чистенький ротик. Он у меня кушенькается. Кушает аккуратно. Да, мой маленький? Вот. Вчера пришла такая клеточка большая. Это такая игрушка уже была в клетке. Посмотрите, здесь есть такой этаж. Да. Мы покажем клеточку. Какая у нас клеточка, да? Покажем клеточку. М? Покажем ваш домик. Какой у нас домик? Покажем, что у нас тут есть. Значит, у нас тут клетку продавали вместе уже с такой спиралью, которую можно грызть. И колокольчик, видите? Так мне на голову прилетел. Колокольчик тут такой. Значит, здесь у нас вот такой этаж есть, где они могут сидеть. И есть еще один этаж, вот на котором этот пенек такой. У нас здесь, видите, такой пенек. Мы его нашли на море, когда гуляли зимой на море с собаками. Нашли вот такой вот пенек. И очень хорошо для птиц. Они могут свой клювик точить. И видите, у нас тут лестница везде есть. Ну, в общем, здесь могло больше десяти попугаев быть. Ну, например, вот если волнистые, то даже десять. Потому что они маленькие по размеру. Здесь и здесь есть вода. И на каждом этаже получается трехэтажная клетка. Вот, и на каждом этаже есть жердочка. И вот своя кормушка. Вот так вот это открывается. Вот, там закрывается. Да, кисонька? Вот так вот. Вот такой домик у нас. Домикс Вилла Люкс. Для двоих Вилла Люкс. Трехэтажная. Вот так вот. Ну, что-нибудь мы еще приобретем. Она, мы ее вчера... Она только вчера пришла. Она на самом деле белого цвета. Ну, я говорю, я снимаю. Вот. Она такая белая. Она, кажется, серая. На самом деле она белая. Вот. Ну, придумаем какие-нибудь игрушки еще. Закажу, может быть, на Амазон. Или в магазине. Посмотрим в зоо. Какие-нибудь интересные штучки для попугайчиков. Так что вот такая вот у нас трехэтажная Вилла Люкс. Для двоих ожереловых. Мышат, да. Ну, посмотрим. Может быть, чубчик мой Карелла к ним привыкнет. И тогда и он сюда придет жить. И тогда и Волнистик. Но не думаю, что они согласятся. Да? Не согласятся они. Не очень они хотят с вами. Не очень они что-то с вами хотят. Угу. Ну, вот так вот. Моемся мы. Моемся. Еще надо будет ванночку купить, где мыться им. Ну, еще много чего. Вот такая красота у нас. Да? Вот такая красота. Как мы их назвали? Ну, пока что мы думаем, как их назвать. Но на самом деле моя дочка говорит одного назвать. Йоши. Это из мультфильма. Тоже попугай волнистый. Йоши его зовут. А второго я хочу назвать или мирто, или миртилло. Это значит, либо черника, миртилло, потому что они, видите, голубенькие. Либо черника, либо мирто. Это в Сардинии растет такое дерево. Мирто. И у него тоже такие синие ягоды. Из него делают ликеры. Да, мой маленький. Я против света снимаю. И не виден цвет, потому что у меня там окно. И слева окно. Вот я снимаю, у меня и спереди окно, и слева окно. Поэтому цвет не очень виден. Да, мой малыш, пойдем кушать. Ну, вот я вам показываю новость. Моя жрел вы попугайчики. Им две недели всего от роду. Вот такие мои хорошие. И сейчас я их буду кормить из пипетки. Может быть, смогу вам показать. Сегодня у меня такое видео. У меня давно не было на канале. Поэтому я вам показываю немножечко домашних животных своих. Покажу. Вот палец мне кусает. Кто мне палец кусает? И я их сейчас приручаю. Они очень маленькие. Я хочу, чтобы они у меня были ручные. Нет, мне больно. Нет, мой маленький. Нет. Вот так. Молодец. Я их сейчас приучаю, чтобы они были ручными. Поэтому мне их нужно воспитывать. Чтобы они кусались не больно. Но, но, нет. Чтобы на руки шли. Ничего не боюсь. Нет. Вот этот кусает. Вот этот вот кусается сильно. Он должен научиться кусаться не сильно. Нет. И кормлю их шприцам. Потому что для тех, кто не знает. Если вы хотите, чтобы попугайчики были ручными. То их нужно брать совсем маленьких. Пока они еще не умеют сами есть семечки. И тогда их легко приручить. Если вы возьмете взрослого попугая, который уже умеет самостоятельно кушать. То приручать будет его сложно. Возможно это сделать. Но это не будет легко. Нет. Нет. Ты мне больно делаешь. Нет. Нет, малыш. Нет. Так что имена вот сейчас думаем. Волнистика зовут Киви. Вот. Кареллу мою зовут Чупчик. Да? Да, мой маленький. Ну, пойдем кушать. Пойдем кушать. Вот. Посмотрите. Видите, он пытается. Они пытаются сами кушать. Но не делай мне больно. Не делай мне больно. Но у них пока что не очень получается. Потому что они не понимают. Они, видите, клювиком. Он сейчас будет играть. Ему солить эту семечку. Пока что они не очень понимают, как это надо. Как ее открыть. Видите, открыл. Умница. Умница. Прогресс какой. Открыл семечку. Умница ты моя. Открыл семечку. Сегодня утром еще не умели. Посмотрите. Вот. За полдня научились уже семечку открывать. Вот. Я сюда пробовала Кареллу вместе с ними поселить. Но ни в какую не хочет он. Ни в какую не хочет. Ты куда на меня собираешься? Я должна одеть фартуку. Значит, ты на меня накакаешь. Так, я сейчас должна одеть фартук. Он на меня залез. Так, пойдем кушать на кухню. Пойдем кушать. Покажем, как вы кушаете. Давай. Так, первый ко мне идет мой малыш. Сейчас мы будем кушенькать. Видите, у меня шприц с едой. Посмотрите, как он хочет кушать. Умница ты моя. Да? Умница, умница. Ну. Умница. Ням-ням-ням. Как вкусно. Ой, как вкусно. Умница ты моя. Молодец. Умница. Вкусно, правда, кисонька моя? Ой, как вкусно. Птенчик ты мой. Ням-ням-ням. Умница. Это ожереловый попугайчик. Какой хорошенький. Мы еще не знаем, девочка или мальчик. Девочка такая будет. У них просто хвост. В общем-то, так, прилетело мне на плечо. Мы еще не закончили. Видите, сколько она съела всего? Шприц был полный. Иди ко мне, моя малышка. Сейчас мне надо будет тебя немножечко еще подкормить. Вот. Они. Вот сейчас начнет. Это как с маленькими детьми. Все. Мне нужно, чтобы он съел целый шприц. Вот все. Опять на голову мне сел. Сейчас, как с маленькими детьми, надо будет ее заставлять. Ее или его, я не знаю. Мышонок мой милый. Ты должна покушенькать у меня. Так нельзя. Вот у девочек она такая будет. А у мальчика здесь такая будет, как жерелье. Вот здесь, как полоска вокруг шеи. Поэтому она называется ожереловый попугай. Они по размеру, может быть, подрастут совсем чуть-чуть. Видите, я его кормлю силой уже сейчас. У них просто хвост вырастет. У него размер хвоста будет по длине, как тело. То есть у него хвост будет очень длинный. Ну, иди сюда. Молодец. Ну, молодец. Ну, хотя бы половину. Ну, хотя бы половину. Потом через час тебе еще половину дам. Умница ты моя. Ну, видите, уже почти половину съел. Ну, еще немножечко. Ну, давай. Ну, давай окрой клюек. Умница. Умница. Умница ты моя. Ты моя умница. Кто накакал? Кто уже здесь накакал у меня? Видите, накакал. Ну, иди сюда. Ну, давай. Ну, мышоночек. Они когда едят, они, видите, накакал. Кто накакал? Скажи мне. Кто накакал? Скажи мне. Ой, фу-фу-фу. Так. Ну, иди сюда. А вот этот. Это вообще ужас. Он темнее по цвету. Он тот такой бирюзовый, а этот такой синенький. Этот вообще. Ну, посмотрим, если он хотя бы. Посмотрите. Он даже есть не хочет. Посмотрите. Он такой, прям ужас. Он такой ленивый. Он сейчас будет выплевывать. Вот с этим это ужас. Заставить его есть, это кошмар. Но здесь все пусто. У них здесь должно быть такой, как шарик надут. Это значит, что он хорошо поел, а у него тут все пусто. Видите, и его нужно кормить просто силой. Просто силой. Как маленьких детенышей. Слыши. Да? Скажи мне, ты маленький у меня? И тебя нужно силой кормить? Потому что ты ленивый, свой клювик не открываешь. Да? Ты у меня ленивый, клювик не открываешь? Мышенька ты моя. Не открываешь клювичек ты мой маленький? А надо понямать. Надо покушенькаться. Надо покушенькаться. Нельзя мышоночку голодному ходить. Семечек-то вы мало еще кушаете? Только научились открывать их. Подожди, мышенька моя золотая. Пол шприца ты мне должен обязательно съесть. Хочешь или не хочешь, но тебе придется это съесть. Обязательно. И через час еще дам половину. Посмотрите. Сейчас будет по-всякому уворачиваться. Уворачиваться будет. И вот так вот нянчусь с ними я. Как с маленькими детьми. Потому что они есть совсем маленькие птенчики. Им всего лишь две недели. Тебе всего лишь две недели. Обоим. Вообще у них, мне кажется, три дня разница. Мой свекор он разводит жереловых попугаев для себя. И в этот раз он мне дал двоих. Да? Он мне дал двоих. Пустенько. Еще пусто. Надо есть еще. Вот. И я их приручаю сейчас. Они вылупились. У них разница в три дня. У него там было пять яиц. У мамы. Вот. И как только они открыли глазки. Они с мамой были неделю только. Потом открыли глазки. Нет. Им больше, чем две недели. Они неделю были с мамой. И неделю они были у моего свекра. И у нас они четыре дня, наверное. Ну, значит, им две с половиной недели. Ну, меньше трех недель. Ну, котик мой. Ну, посмотри, что ты тут съел. Ничего не съел. Давай. Ленивец ты мой. Ну. Боже мой. Вот так вот нужно нянчиться. Ладно. Не буду я вам показывать весь процесс. Потому что, возможно, многим это не интересно. Ну, вот я просто показываю, какие у меня новые питомцы. Нашу новую клеточку. Да, кисонька? И вот. Вот, видите, они уже понимают, что надо на палец идти. То есть это они уже научились за два дня. Потому что свекра мне привез четыре дня назад. Они на палец не умели еще. Вообще, они неделю назад еще на ногах не стояли. Они у него в коробке там лежали. В полу лежа. Да, кисонька? Ну, нет. Я тебя не отправлю. Нет, мой милый. Ты ничего не съел. Ты еще мне ничего не съел. Давай, давай. Он хуже ест, чем... Господи. Видите, какие крылышки. Прелесть ты моя. Ты моя прелесть. Да. Как я их обожаю. Я их обожаю. Да. Кого я обожаю? Скажи мне. Я обожаю попугаек. Да? Да, мой маленький. Кстати, Калапсито, он очень ревновал, когда их увидел. Прям такая ревность у него бы была. Страх. Просто такая ревность. Он ко мне на руки не шел. Перестал ко мне на руки ходить. Мой чубчик Корелла. Очень приревновал, обиделся. Два дня вообще в мою сторону не смотрел. Ужас. Потом, когда я их кормлю, он сюда прилетает и тоже хочет. Тоже из шприца кормлю своего Кореллу, которому через два месяца год будет. Ну, да. Прям так приревновал. Ужас один обиделся на меня. Ну, сейчас уже все. Я за ним гоняюсь, целую его, глажу. Ну, вот сегодня уже пошел ко мне. Ну, что? Ну, вот еще столько нам осталось. Видите, ест очень... Прямо надо запихивать. Ну, иди сюда. Клюв надо еще уметь открыть, приоткрыть. Сверху надо надавливать. И так, чтобы язык под низом остался. Так, ладно. Сейчас я выключу, иначе слишком долгое видео получится. Возможно, вам это совершенно неинтересно. А мы будем кушать. Ну, посмотри, какой ты у меня умница. Ты еще хочешь? Умница ты моя. А ты что? Ничего не хочешь совсем? Ну, вот посмотрите. Вот так вот. Ну, вот. Едят мои котята. Кто тут кушенькается? Видите, научились уже открывать. Вот я их покормила из шприца. А сейчас они у меня едят семечки. Им больше нравятся семечки. Здесь много разных зерен. Но они пока что предпочитают семечки. Да? Кто предпочитает семечки? Мм? Ожереловый попугайнка? Видите, этот такой бирюзовый, что ли. Вот такой бирюзовый. А этот такой более темненький. Такой синенький. Потемнее цвет. Это такой более бирюзовый. Этот будет светлее по цвету. Ну, вот. Покормила из шприца. Ну, теперь они у меня. Семечки учатся открывать. Уже научились. И он у меня и лучше кушает из шприца. И быстрее. Посмотрите, как быстро открывает семечки. Умница. А этот, он и медленно ест, и с шприца, и совсем не хочет. Надо насильно кормить. И очень медленно мусолит семечку. Он как-то, ну, не знаю, может быть, это он на три дня моложе. Может быть. Так, у меня там такие звуки. У меня красная рыбка тоже есть. Ей, кстати, уже два года, нашей рыбки. Она за мной в аквариуме прыгает. И такой звук издает, как чмоканье. Да. У нас рыбка есть. Я о ней не говорила. Но есть у нас рыбка. Одна бедняжка. Поэтому мне ее жаль, что она одна. Но мой муж сказал, хватит. Я не хочу здесь развести зоопарк. Поэтому рыбка у нас одна, бедняга. Я бы ей купила подружек. Три-четыре. Тогда надо было бы и аквариум, конечно, большой покупать. А так у нас просто круглый, маленький аквариум. Может быть, сейчас я вам его покажу. Сейчас, подождите, покажу вам рыбку свою. Ну, вот рыбка наша. Так что у нас еще есть рыбка. Вон она. Нашей рыбке уже почти два года. И вот она тут так, бедняга, живет. Совсем одна. И не растет по размеру. Потому что красные рыбки, они растут в зависимости от размера аквариума. То есть, если вы красных рыбок впустите в большой аквариум, они могут вырасти очень-очень большими. А если они всю жизнь проводят вот в таком маленьком аквариуме, то они и остаются такими маленькими. Так что у нас, кроме двух собак, кошки и четырех попугаев, еще есть... Кто у нас еще есть? Рыбка у нас еще есть? Да, у нас еще рыбка есть. Вот мой карелло, чубчик. По-итальянски чуфетто. Вот он, мой маленький мышонок. Да, вот такой сидит на диване. Так спокойненько. Маленький мой котенок. Да, мой мышоночек золотой. Так, вот мои малыши. Да, вот мои малыши. Золото ты мое. Да. Вот, и сережечки у меня, попугайки. У меня несколько пар сережек разных с попугайчиками, потому что я обожаю, обожаю этих птенчиков. Да, мои маленькие. Они совсем маленькие. Они у меня маленькие совсем. Они совсем-совсем деточки совсем такие малюсенькие. Вот в клеточку полетел. Видите, какой умница? Да, ты моя умница. Надеюсь, вы приятно провели время в моем обществе, что вам понравилось это видео. Возможно, меня смотрели тоже любители попугаев. У меня их четыре. И надеюсь, на этом я остановлюсь, потому что на самом деле, конечно, я бы очень хотела кокоду. Белого кокоду или розового кокоду. Но, к сожалению, мой муж мне запрещает, потому что, ну, это попугай, он как ребенок, можно сказать. Во-первых, потому что он живет 70 лет. В следующих видео я отвечу на ваши вопросы, потому что мой канал, он о моей жизни. Это влоговый канал. У меня есть основной канал, на котором я худею. И я открыла влоговый канал. Ну, а из-за того, что моя жизнь проходит в Италии, то я решила рассказывать не только о моей жизни, конкретно моей Дианы, да, а также о Италии, потому что есть люди, которым, возможно, эта страна интересна. Вот и все. Вообще, я на ваши вопросы отвечу в следующих видео. На этом все. Ставьте лайки, если вам понравились мои попугайчики. И напишите мне, нравится ли вам животные, какие ваши любимые животные, есть ли они у вас. На этом все. До следующих встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok